Зива В ближайшем будущем летающие тарелки уже не будут вызывать удивление, ведь люди станут создавать их сами. Так буквально несколько месяцев назад американский стартап Ziva Aero показал уменьшенный прототип своего летающего транспорта, который, согласно задумке, будет выполнять функцию скоростного такси. Благодаря конструкции, схожей с квадрокоптером, Ziva способен взмывать воздух и приземляться вертикально с любых ровных площадок вплоть до парковочного места. Разгоняться транспорт будет до 257 км в час и сможет пролетать на одном заряде до 80 км. Вот и Джен Дженни. Раздатчики воды с большими неудобными бутылками вскоре могут стать пережитком прошлого. На смену им придут изобретения наподобие Дженни от израильской компании Vodajem. Это компактное устройство, которое добывает воду прямо из воздуха, используя его естественную влажность. Сутки подобным образом гаджет генерирует до 30 литров воды. Запасая ее внутри специального контейнера, Дженни затем может наливать ее холодной или горячей, точно так же, как это делают обычные кулеры. Покупка устройства обойдется в 2,5 тысячи долларов, однако такая трата полностью окупит себя со временем. СНЭК Название этого гаджета расшифровывается как стереотипный воздушный захват, вдохновленный природой. СНЭК является разработкой инженеров из Станфордского университета. По своему устройству конструкция максимально приближена к строению конечности реальной птицы — сапсана. Ноги двигаются независимо друг от друга. Пластиковые детали выполняют роль костей, двигатели — роль мышц. Ну а специальные пружины, в которых создается напряжение, берут на себя роль сухожилий. Уникальная конструкция позволяет роботу приземляться на любые поверхности, подобны птице. В будущем данные наработки могут быть использованы для создания совершенно новых летающих дронов и транспорта, способного приземляться где угодно. Спортс Мэйд 5 Помочь людям в достижении своих спортивных целей решили специалисты китайской компании Enhanced Robotics. Они создали экзоскелет, работающий в нескольких режимах. Он может как поддерживать тело, снимая лишнюю нагрузку, так и наоборот добавлять нагрузку, позволяя выводить тренировки на новый уровень. Первый режим пригодится, к примеру, во время прогулок по пересеченной местности. В этом случае экзоскелет будет оказывать активную поддержку и даже сможет уберечь от лишних травм. Второй режим идеален для широкого ряда тренировок — от пилатеса до упражнений на открытом воздухе. Экзоскелет будет создавать лишнее сопротивление, которое поможет лучше прорабатывать мышцы. Цена — от 900 долларов. Watson Pack 3.0 В первую очередь стоит отметить универсальный минималистичный дизайн этого рюкзака. Он будет уместно смотреться как в офисе, так и во время путешествий, поездок по городу. В качестве материала корпуса выбран жесткий баллистический нейлон, который защитит содержимое от ударов. Особый интерес представляет механизм открытия. Жесткая крышка соскальзывает вниз, обеспечивая удобный доступ внутрь. В закрытом состоянии ее края надежно запечатаны, так что влага от дождя или пыль в содержимом у рюкзака не страшны. Удобно расположен боковой карман. Он находится под рукой, когда рюкзак висит со спиной. Имеется также держатель для бутылки. Специально для нее в жестком корпусе сделан мягкий вкладыш. Внутреннее пространство поделено на большое количество отсеков и карманов, которые помогут переносить вещи в организованном порядке. Цена — 450 долларов. Санакс Скрича В прошлом году компания Санакс представила вот такой автомобиль с педальным приводом, который питается от установленных на борту солнечных батарей. Скрича имеет крышу и лобовое стекло, так что убережет своего водителя от осадков и пыли от идущего впереди транспорта. В движение он приводится вращением педалей, либо же можно включить в работу два мотора суммарной мощностью 700 Вт, которые будут питаться от солнечной энергии. Скрича также снабжен экологически чистым решением для поездок — системой рекуперативного торможения, что увеличивает его запас хода. Разгон от 0 до 24 км в час занимает всего 5 секунд. Роум Роботикс Ассент Колени — одно из наиболее уязвимых мест в человеческом теле, и роботизированный ортез Ассент от американской компании Роум Роботикс призван существенно снизить нагрузку на них. Система состоит из устройства, которое крепится непосредственно на место сгиба ноги, а также специального рюкзака. Во время ходьбы в районе колена человека находится мешок, воздух попеременно то подается внутрь, то откачивается из него. Этот процесс контролируется специальным электронным блоком. Сжатый воздух, нужный для описанного процесса, а также аккумулятор, отвечающий за питание, хранятся в рюкзаке за спиной. В целом такая несложная система помогает значительно облегчить процесс сгибания и разгибания колена, что в долгосрочной перспективе позволяет избежать хронических болей или снизить их интенсивность. Особенно полезным изобретение окажется для людей, страдающим от проблем с коленными суставами. В зависимости от интенсивности ходьбы, ортеза хватает на 4-12 часов работы. Хэксон ЭФН Улучшить качество сна, сформировать комфортный микроклимат в помещении, показать время, осветить комнату и включить музыку. Лишь часть задач, с которыми способен справиться этот удивительный гаджет. Хэксон представляет собой устройство, которое разработчики рекомендуют разместить в комнате, где жильцы проводят больше всего времени. Он может быть подвешен на стену, либо поставлен на пол на специальную длинную стойку. Хэксон работает как вентилятор, который одновременно очищает выдуваемый воздух от пыли, аллергенов, микробов и посторонних запахов, в том числе с помощью встроенной ультрафиолетовой лампы. Конструкция без лопастей является преимуществом, так как позволяет не беспокоиться о безопасности детей и питомцев. Температура выдуваемого воздуха настраивается. Цена от 200 долларов. Хонда AWV Главное назначение этого транспорта — помощь в перевозке различных строительных материалов. Однако его разработчики, специалисты компании Хонда, считает, что реальные возможности у автономной рабочей машины гораздо шире. Транспорт перемещается по площадке полностью самостоятельно, без помощи людей. Универсальная платформа, на которой он построен, позволяет не бояться умеренного бездорожья. Сегодня испытания все еще ведутся, однако AWV уже способен брать на борт до 400 килограмм груза и проезжать до 45 километров на одной зарядке. В будущем же использование подобных машин позволит серьезно повышать рентабельность проектов за счет сокращения затрат на транспортировку стройматериалов. Тилтбайк Традиционные велотренажеры не способны реалистично воссоздать опыт катания на настоящем велосипеде. Однако британская компания Movity решила это изменить. Тилтбайк — тренажер, который надежно зафиксирован на одном месте, однако позволяет чувствовать себя так, будто катаешься на реальном велосипеде. В этом ему помогает платформа, которая наклоняет тренажер, имитируя повороты, а также программа, которая выводит на экран впереди пейзаж виртуального маршрута. Кататься на тилтбайк в разы интереснее, чем на обычном велотренажере. Однако дело далеко не только в удовольствии. Устройство позволяет задействовать во время тренировки все тело, повышая эффективность упражнений. Подуктор 2 На своих экранах вы видите новейшую разработку 2021 года — автономного робота, предназначенного для дезинфекции пространства вокруг. Подуктор 2 работает до 6 часов на одной зарядке и использует комбинацию ультрафиолетовых лучей и сухого тумана, чтобы обрабатывать горизонтальные, вертикальные и любые другие поверхности. Он расправляется с любыми болезнетворными бактериями и микробами, но при этом абсолютно безопасен для людей. Производитель — китайская компания Pudu Robotics. Мекарм Помощником в любых работах за столом станет вот такой крохотный робот в виде механической руки. Мекарм получил от разработчиков 6 осей, что наделило его гибкостью, маневренностью и вариативностью в задачах. Он может поднимать и переносить предметы, патрулировать территорию, освещать, писать, рисовать, опрыскивать растения водой и даже играть со своим владельцем в шахматы. Все это возможно благодаря набору из сменных насадок, которые и определяют функции робота в конкретный момент времени. Управляется Мекарм дистанционно, а еще поддерживает визуальное программирование. Цена от 500 долларов. Эй, хватит лениться! Пора заряжать мозги! Добро пожаловать на канал «Брайн Тайм». Невероятные события прошлого, настоящего и даже будущего. Буйство природы и мира животных, шокирующие факты и неразгаданные тайны. Все это и многое другое вы найдете здесь. Подписывайтесь, не пожалеете!